Положенные при сокращении выплаты 500 бывших работников Вершинодоросунского рудника должны были получить в день зарплаты еще 15 августа, говорит Ирина Бабенко. В государственной трудовой инспекции нам сообщили, что ситуацию на руднике контролируют с мая, когда из шахты в знак протеста из-за задолженности по зарплате после трудовой смены не вышел 81 работник. 13 сентября им должны были осуществить выплату по простою, компенсацию за несвоевременную оплату труда и выплату выходного пособия. В назначенный срок работники ничего не получили. Подтвержденной информации никакой нет. По разговорам с исполняющим обязанности генерального директора, то есть сегодня я с ним разговаривал, они ожидают перечисления денег в течение трех дней. Ситуацию в Вершинодоросунском уже прокомментировала губернатор края Наталья Жданова. Случившееся она назвала произволом со стороны руководства рудника. Она напомнила, что для решения вопросов за должностью по заработной плате еще в мае была создана специальная рабочая группа. Тогда суд встал на сторону жителей, но исполнение решения так и не состоялось. Также глава региона подчеркнула, что интересы жителей будут защищены, а правоохранительные органы усилят меры в отношении руководства предприятия и собственника. По данным краевой прокуратуры, бывший гендиректор рудника сейчас дисквалифицирован и не сможет занимать руководящие должности в течение трех лет. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, на него наложены штрафы. Известно, что в акции участвует 19 человек. Требования 9 из них известны. По 8 из них предъявлялись районной прокуратурой исковые заявления о отыскании задолженности с ООО «Дарасунский рудник». Из них два заявления удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении. Один из этих участников заявление такого не подавал. Сейчас в Вершиннадарасунском работают сотрудники прокуратуры, выясняются требования работников.